Дядя доброго всем! Прошло где-то примерно, я даже запутался пару дней, и вот лезвия, только-только лезвия данных клиночков полностью выполнены, изготовлены, то есть как надо. Почему так долго? Потому что это дорогие варианты, это одна-вторая, это сложный вариант и такой дорогостоящий, поэтому... Я почему так сделал? Чтобы мне в последнее время что-то как-то стыдно стало, у меня вот некоторые бритвы покупают, а они такие средняковые, и поэтому мне за них прям реально стыдно. Мне стыдно в принципе и за все бритвы, я все равно где-то пытаюсь найти какие-то косяки, но у средненных таких вариантов там двойне стыдно, прям реально, поэтому вот решил в этот раз сделать дороже. Вот такие вот у меня варианты вышли, так с фонариком, что прям вообще все видно-видно было. Ох, как скрипит. Вот. Тончайшие, тончайшие лезвия, сверхтонкие. Даже не просвечивает, насколько тут та самая кованая У-10. Ну, ее пакетно-кованая не назовешь, это же из четырех пластин, то есть раскованных пластин. Сначала расковал четыре штуки, потом их в пакет сварил. Расковал, то есть сваркой, то есть уже кузнечной сварил. И вот такие вот варианты вышли. Тончучие прям, прям тоньше некуда. Блин, как вам блеск показать? Секундочку. Сейчас я тряпочкой маленькую протру. Во, вот они какие. А то показываю, не знаю чего. Ну, то есть зеркало не идеальное, но близкое уже к этому. Это очень опасное занятие. Именно для бритв. Ну, и для меня тоже может руки побрезать, конечно. Вот. То есть, выпалировать тонкие лепестки. Это очень сложная задача. Давайте-ка буду себе протирать. И вроде протирал, а они, походу, из-за разницы температур подсели на серый цвет. Вот. Да, варианты дорогие, ничего не скажу. Я еще, конечно, с ним много работы. Тут, считайте, вот видите, бушки, плоскости, там, головки. Все это обрабатывать. Это, кстати, особенно вот здесь вот напряжно. Можно доконать, может лопнуть слишком тонкое железо такое. Ну, как слишком тонкое, для бритвы не слишком. Это вот уровень такой вот, вот у этих бритв, превышающий уровень. Если вот сравнить, например, с бритвами, есть такие за 60, по-моему, 50 или тысяч. Есть такие немецкие, еще на них написано, там, ручная работа. И там все золотом, красным, чем-то желтым. Все это разрисовано красиво, конечно, да. Вот. Вот это на том же уровне, но с более твердостью большой стали. Плотностью с более большой. Не то, что более, а прямо в десятки раз. Это так, если по-легкому сказать. Я уж не буду тут, так говорите. Высокими словами пользоваться. Какими-то, но это так. Вот. Да, да, конечно, и цена напрягает, но, как по мне, так лучше все-таки, пускай цена будет дороже, но зато мне не будет стыдно, когда кто-то где-то кому-то покажет и скажет, а-а-а, так себе фиговенько, да? Нормально, вот так вот, ну, то есть, ну, как бы, стремно, стремно, когда вот так вот, если скажет про мои работы. Поэтому стал вот выводить вот такие варианты, здесь, пасть кромочку оставил я, там, десятка, что я, по-моему, такая вот этот, ну, ромбик я, как он раньше показывал ромбик. Ой, не показываю совсем, я вам торец-то... Ну, вот чистить надо, чтобы показывать-то. Он чучий, прям такой, сверх чучий. Блин, слова-то какие я нахожусь, а, да? Вот, головка не у всех французского типа, но, к примеру, вот и вот французского такого типа, даже немножко немецким таким уклоном. Ну, это, конечно, вопрос представления имели. Я не поравняюсь с этими производителями, потому что не ровнее она мне, а не мне, не ровнее. Вот. Там люди зарабатывают деньги, а я другим совсем занимаюсь. Вот, наверное, кромку-то видно, видите, там вот я оставляю заточку, она блестит. Это утолщение, такую, соточку. Вот. А. Слышно? Где микрофон-то? Тихонечко так касаешься, а вот они и так вот. Ладно. Причем при такой ширине, это 5,8. Да. И вот та самая дамаская, которая, я не знаю, еще получится, не получится, но надеюсь очень, что на то, что получится. Из-за плоскости вот именно тут вот, я беспокоюсь. В остальном все отлично идет. Опа. Вот. Это дамаская многослойка, 2,600. Такой вот носик хорошо выходит, а вот в этой примеру уже будет такой закругленный. Прямо, не знаю, чем сказать, немецкую типу, труд вачи, такого типа вот. Ну что ж, в принципе, вот это вот все, что я хотел вам показать, потому что тут еще очень много работ, вот этих вот помелочевки, тут все это выводить, вылизывать, опять ловить все эти геометрии и прочее. Но лезвие готовы. Надеюсь, они выживут во время всей этой дальнейшей обработки. Как-то так. Дальше. Ответ даже нет. Вопрос на вопрос. Вот так вот я скажу. У меня дважды уже теперь, ну, правда, на той неделе был один вопрос такой. И вот вчера был такой вопрос, что у меня в разделе акции ничего нет. Ну, в принципе, я не знаю, что мне туда воткнуть, потому что сейчас вот если по деньгам, то я коплю деньги на станки. Один уже купил, сейчас надо налаживать, будет заниматься как-то между делом. Вот, устанавливать, собирать, все это дело. Второе еще нет, потому что надо деньжечь еще к гору. А акцию сделать, я не знаю на что, не знаю, то есть, как, что. Вот, может, вы подскажете, может, что бы вы хотели видеть вот в разделе акции. Какие варианты, какие шаги, в смысле. Не подскажете, не подскажете, ладно, пускай будет пустым. Раньше там была заточка бесплатная через заточника Игоря. Но я, как вам объяснить, любую бритовку, да пожалуйста, сделаем, через заточника отправим, все будет в лучшем свете, как говорится. Но, если, к примеру, я отправляю через заточку бюджетный вариант, к примеру, или вариант с распродажи, то я, хорошо, если в ноль, а то я в минус ухожу. Поэтому я из этого, вот я пока его убрал. Мне нужно копить деньги, а не уходить в минус. Поэтому не тяну такой вариант. А так, если, к примеру, какой-то там, который есть небольшой плюс, к примеру, там, лёгкий навар. Потому что лёгкий навар я всегда придерживаю для того, чтобы не уйти вообще там в нули. А нули, сами знаете, что такое. Потому что цены растут, а я, получается, потихонечку иду в минус. Но это незаметно, но со временем это всё здорово аукается. Ну, вот как бы и всё. На сегодня новости всем. Результатом больше, чем доволен. Ожидал горы брака, косяков. Ноль. И того, и другого. Поэтому это здорово. Пока всё идёт хорошо. Всё. Пока, если будет что-то реально показать, реально чем-то поделиться с вами, обязательно это сделаю. Всё. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok